Ну вот, короче, вот это вот, вот с этой посылкой, а вот эти вот посылки, вот столько. Вот это очень красиво, мне нравится, и она у тебя... Она все-таки выгорела, да? Видно? Получается. Ну да, все-таки. Но можешь нанести просто на один, вот, на мизинчик. Не-не, видно, цвет поменяла. Но не сильно. Короче, они меняют цвет. Так, а вторая вот эта вот, страшнючая, которая стала. Ужас вообще. Вот тут она симпатичнее смотрится на ногтях, конечно, вообще. То есть именно зеленый подряд класс? Здесь, видишь? А, ну вот мизинец. Здесь мизинец, да. А это нормальная? А это нормально. То есть номер 4, нидовая база, это прикольно. Но вот эта вот, она полупрозрачная. Вообще, когда ее наносят, даже в раме еще стоим. Она вот во флаконе смотрится значительно лучше. Я так понимаю, это когда я только нанесла, она тоже смотрелась намного лучше. Да? Нет. Нет? Так же смотрела? Она ужасно смотрится. Ее надо, наверное, на белый какой-нибудь подфоновку выкрашивать. Тебе их выкрасить? Вот эти базы? Нет. И вот эта база. Ух, ничего себе. Вот эти ты не пробовала? Вот эти я на ногах пробовала, девочки делала. Они вообще офигенно до сих пор носят. Да? Да, это? Поль. Поль вообще. А этот я не пробовала, еще ни на ком. Так, дальше, что ты там еще заказывала? Это топ. Ирн топ. Это тот самый, которым я раньше, я от него в восторге была, потому что он реально не царапался, ничего с ним не было. Это гель-лак для покрытия ногтей и топ для закрепления страз. Но я им только закрепляю, там стразы вот эти вот. Как держатся? Офигенно. Так можно не только стразы, можно вот. Вот, не царапать, ну вообще. А, вот это он и есть? По-моему, да. Я им покрывала. Ну, слайдеры ужасные. Ой, не слайдеры, а наклейки. Вот эти, да? Я попробовала. Торчат сильно? Очень сильно торчат. Выбирают, я их четырьмя, наверное, с вами туп покрывала. Один выравнивающий, потом четыре, да. Поэтому они такие пузатые. Раньше такие наклейки лучше не брать. Упаковка другая стала. А у тебя что? Этот. Тоже ремовер? Да. Поменялась упаковка. Раньше была вот такая пузатенькая, сейчас более вытянутая. Вот этот ремовер самый классный. В обычном магазине даже на всему он продается. И вот я, по-моему, в обычном брала. Ну, я бы, наверное, хотела бы немножко погуще все-таки. Это штампинг, моя любовь. Сразу скажу, что он работает хорошо. Я могу даже... Я не пробовала. Хочешь, я тебе покажу, как он работает? А, это с загнутым... А что они какие-то толстые прям? Да, мне тоже показалось, что они утолщены слишком. Конечно, открывать. Ой, слушай, такими кутикулами не поменялась. Толстые вообще. Для сравнения, тогда я показывала, я заказывала, ну, просто вот даже визуально. Это у меня ножнички Мерц или как-то они называются. Не буду врать. Я их уже обрабатывала, сухожали много раз. Ну, разница огромная. Вообще ужасно. Смотри, вот этими кутикулами невозможно... Я много заказывала. Одни из них пришли вот такие. А сколько они стоят такие вот? И они прям скребут, чувствуются. Рублей 400, наверное. 400 рублей за такие? 350. Вот я наподобие таких же заказала. Или даже дешевле. Только золотистыми колечками. Они тоже тонкие, офигенно срезают. У меня дети их сломали. Даже вот ощущение, когда вот смыкаешь ножнички, они прям скребут. А вот в этих ножничках, у них очень плавный ход. И я от кутикулы не умела резать, но училась вот такими и закругленными сталиксами. У меня есть у них носики такие, мои любимые прям. Отдай им их обратно. Вот реально. Я бы такие не стала бы остановить. Если они возьмут. Да ладно, детям пойдет чё. Да детям за 400 рублей ножнички, серьезно? Да, чё тебе делать? Вот это вот такие терки, сталикс тоже очень хорошие. Со сменными файлами, они, блин, они невероятные. У меня основы под пилки сталикс, я их забыла на неделю в растворе с дезинфицирующим. Чё ты думаешь? Вообще ничего. И фиоры у меня тоже основы были. И эти. Ну если вы что, 80, 80. 80 это... А, это как двухсторонний получается. Замена, да, супер. Ну вот считай, на сколько тут педикюров? 20? 10, по-моему. На 10 педикюров. Дальше поехали. Масло для кутикулы. Вот это я не помню, насколько оно вышло вообще. Я вот такое люблю. Оно охрененное. Надо тебе попробовать сейчас его накапать, ты поймешь разницу. Вот этот домикс вроде тоже неплохий. Мне он понравился. Я уже себе покапала. Да? Уже попробовала? Ну да, ну в принципе смотри. Ну да, да, ухоженная кутикула. Пластину будем проверять? Да можно. Ну как раз и этот штуковин. Да, да, да. Да и это я сразу скажу, что все работает прекрасно. Насчет пластины я не уверена, потому что коррировка не прям вау. Ну слайдеры они в Африке слайдеры. Я думаю, что неплохо. Хотя вот наклейки, конечно, подвели. Сентябрь горит. Блин, уже поздно, да? Да. Слайдеры я, конечно, брала, мне нравились. С Алиэкспресс лучше или такое же качество? Такое же качество. Ну короче, если экономить, то с Алиэкспресс брать. Я брала там по 50 рублей, так что. Вот эти 50? На сайте? Да. Ну это дорого. На Алиэкспресс реально выгоднее. Новенький. Не жалко? Нет. Я сейчас его испачкаю. Протрешь. Это скотч на бумажный скотч, штампик. Во-первых, аэропуфинг им хорошо чистить, а во-вторых, штамп тоже хорошо очищает и мягко, и не сильно. Штамп прилипает и не портит его. Перед тем, как им пользоваться, спиртом тереть нельзя. А вот об скотч, вот так вот пройтись несколько раз, обязательно надо, чтобы он начал работать и он стал липкий. Вот он начал прилипать, но уже нормально. Бонприте у меня. А на ком ты будешь штамповать-то? В смысле? На чем штамповать? Ну у меня белый лак, не зря же. Ну да. Нактюх. Вот мне по скребке здесь не нравится бонприте. Не очень глубокая грибовка. Не глубокая? Угу. Ой, испугалась. Воздух просто вышел. Ничего страшного. Но печатает. Даже если считать, что гравировка... По-моему, даже двойное штамп быть где-то. Ну вот мы сейчас все проверим. Если считать, что гравировка не очень качественная, хорошая... Главное, вот этот пластик с ним аккуратнее, чтобы на него не попадал лак для стемпинга. Если бы лак попал, уже ничего не поможет. Он разъедается, становится мутным. Даже если потом постараться как-то его очистить. Можно больше, конечно, проверить. Но чтобы сэкономить время, будем прям по-быренькому. Это что у нас? Это гель-лак с крошечками. Был у меня такой йогуртовый. Очень прикольно смотрится. Это светоотрожайка. Оу, знаю. У меня тоже есть целая коллекция. У меня еще пока не целая коллекция. Я смотрю, в расход прям. Вообще, она сразу пошла. Она так красиво смотрится. Я видео снимала. Вот на белой делала прям стемпинг. А, нет, на блески вот эти делала белый стемпинг. У нее вообще светишь и просто глаза въелишь. Дальше вот это что? Это же свет отражайка. Луи Филипп. Что-то я такие даже не знаю. Луи Филипп вообще офигенная фирма. Мне она очень нравится. Она очень густая. Вообще никуда не затекает, никуда не бежит. Я заметила. Вообще. Какая сопливочная. Но серебристая. Но когда, знаешь, вот выкрашиваешь, она не тянется. Тоже свет отражающая? Да. Ты набрала, да? Они как-то по-другому блестят, чем блески. Это тоже Луи Филипп. Это мне подарок прислали. Да? Подарчик положили, да. Побольше кладите подарков, не жадничайте, да? Он прикольный. Розовый прям. Ну, вот смотри, видишь, насколько он, да? Прям густый. Тянучий, но когда выкрашиваешь, он не тянется за кисточкой. Да? Угу. Вообще офигенный. Мне он очень нравится. Он никуда не сползает, не затекает. Я могу все... Вот, ну, четыре пальца накрашу сразу. И он нигде не затечет. И, естественно, они пигментированы, просыхают хорошо. Ну, в принципе, мне все устраивает. Так, это розовый у нас. Выкрасим все-таки. Ой, ну, он прям нежненький такой. Угу. Кстати, запах у гейдлака у базы не сильный, да. Ну, и у этих тоже не сильный. Тоже тянется прилично. На коротких ногтях замучаешься наносить. Если они в подушечки упираются, это вот эти все сопли будут на коже. Ну, это тоже дело привычки. Так, и вторая у нас номер четыре. Не, два. Два. Ты что ж такое перепутала? Ну, вот это, конечно, цвет на большого любителя. Хотя, можно использовать, знаешь как, наносишь вот эту базу, а сверху какой-нибудь густой рисунок стемпинга. И он будет очень объемно смотреть за счет того, что полупрозрачный, а белый будет компенсировать вот этот оттенок. Или блески на него. Похожего оттенка. Тем более, я делала быстрее, чтобы за час успеть. А кто так не делает, скажи мне. У меня вообще каждый раз гонка, когда сидела. Я стараюсь хорошо сделать маникюр себе. Ну, чтобы чистенько было. Да, чтобы все было нигде не затекало, ничего. То есть на это у меня убивается много времени. А вот обравнивание, да и с ним уже как-нибудь тамаснуть. Ты когда будешь спиливать, вот сразу понятно, в топе дело или нет. Даже, может быть, дело не в базе, а топ просто загрязнелся, вот так вот просушился. Но ты же сейчас без топа делала. Тоже цвет поменяла. Ну да. Вот так смотрится, кстати, не прям уж ужасно. Такой нежный оттенок. Он был прозрачный. Но все равно нежный оттенок, а на руках прям. Нет, красивый цвет. Но вот если бы он не менял свой оттенок, было бы вообще идеально. Лучше, наверное, отойти. Почему? Чтобы мне там не видно. Ты свистняешься, что ли? Да. Шампунь. Сейчас будут. Что-то я оставлю, наверное, для себя. Там мои шампуньки. Посмотри на мою голову, куда ты себе оставил. Ничего не знаю. Ты мне принесла шампунь. Я тебе сейчас дам. Ты не переживай. Помыть, да? Да. Ванны там. А еще там патчинки эти, жидкие. Слушай, интриговала-то. Там должно быть много. Правильно, а тут вверх? Не знаю. Сейчас сразу такое дно. Ну что ж поделать. А это я еще. О, это бутылочка-дозатор, да? Да. Они нормально, кстати, работают? Иногда бывает бракованные приходят. Я не знаю. Иногда будут приходить бракованные. У меня тоже. Да? Ты не одна такая. Я думала, только мне так везет. Но она какая-то с моей покоцанная вся. Как не новая. Мокальный удалитель мозолей на топ, что ты шей. И что в нем хорошего? Он смягчает мозоли, прежде чем выкинуть, когда обстригаешь или еще что-нибудь. Особенно, когда стержневые мозоли есть. Ну. Их нужно выстригать. А когда они сухие, тяжеловато все-таки выстричь. И вот эту вот штучкой намазываешь и ждешь 10 минут. И что, прям хорошо? Ну, пив чай, да. Вот это что-то интересное. Вот этот вот крем. Вот этот вот крем. Я тоже второй раз заказываю для мамы. Она очень хорошо прям восстанавливает кожу. Тревиклиника, клиника, это же Корея. Короче, мамке очень подходит этот крем. Она и для рук пользуется. Универсальный. Да. А у сестры у нее псориаз. И когда начинает чесаться вот этот вот псориаз, она вот этой фигней мажет. И, короче, ей легче становится. У нее перестает чесаться, перестает вот этого удриться. Короче. Если у кого-то чешется. Кстати, от мороза сейчас они у всех чешут. Да. Я до сих пор хочу чешать. И я поэтому заказала. Мамке заканчивается. Мамка говорит, мне срочно надо еще одну. Я вот второй раз такую заказываю. Дальше. Смотрим. Мои шампуньки. Нормальненько. Фу, там целый этот. Ничего себе это не заказывала. Ну там шампунька. ТНЛ? Да. ТНЛ шампунь есть? Да. Там еще и эти ТНЛ-овские. Как его? Бальзамчики. Виталийный коктейль. Бальзам для волос. Ты пробовала уже его? Его именно этот нет. Но ТНЛ собрала мне понравились. Смягчает все-таки волосы. А вот все волосы выпадают. Вот у меня сейчас сомнение такое берет. Нет, потому что я сейчас пользовалась так, как у меня закончилось, и это все шло. И как бы я тебя очень сильно ждала, Женечка. Как бы не выразиться плохо. Да, уже. Вот. Мне пришлось помыться хендер-шолдерсон этим. А, все, понятно, почему-то линяешь. До этого у меня был, ну, максимум. Еще один бальзам? Ну, бальзам не буду такой же показывать. На. А что это два? Давай не один. Почему? Я говорю, посмотри, какой шампунь, и посмотри, сколько бальзам будет. Даже будет мало. Ну, что ты только бальзам ильешь? Вот у нас шуршающие видео... А, тебе пакет не нужен, да. Так, это ТНЛ. Шампунь для волос интенсивное питание с протеинами пшеницы. Литр. А, вот. Ну, ряд сульфанатрия. Ну, все стандартно. Я тебе в подарок положила, или ты заказала френд для рук? Защитный френд для рук. С этим, с пчелиным воском. Да. Но он какой-то выдавленный есть. Нет? Мне показалось. Ну, да, он как будто помятый. Бедолага. Ему стало плохо. Мил. Кстати, фирма это... Что-то я помню. Она хорошая, да. Я заказывала вот такими бодейками, большими. А что такую маленькую взяла? А, не знаю, она пробую взяла с пчелиным. Ну, для себя чисто. Карманная. Да, она просто весь... Выдавленная, подожди. Ай. Там есть мембранно-защитная? Посмотрим. Есть. Ну, все равно ваш... Или мне, или себе. Кому-нибудь. Мне, конечно. Сделай зачем. Ну, и мне давай тоже. Ну, вот. Сейчас выдавим, и крема не останется просто. Но он реально пузырел. Мой запах вообще офигенный. Очень приторный. Жирненький крем. Ммм, какой он приторный, боже мой. Ой, да. Что-то, что-то, чего-то. Я вначале понюхала, вроде нормально. О, у меня-то духи какие-то пахнут. Это же их можно только в мороз. Не, я что-то не хочу. Только крем. Да, это очень зимний, да, я себе взяла. Очень зимний. Очень. Но я срала. Что это такое? Посмотри, какая жирность не остается. Это все для дизайнов? Это... Деточка, а ты не лопнешь? Нет. А ты на себе отойди. Это вы увидели, как оно там танцует уже. Ты как сытый, довольный кот. О, прикольно. Наклейки это. Нет, это слайдеры. Патичные. По 50. И вот эти 50? Ты вообще, они бюджетные. Вот эти, по-моему, по 20 тем более. А, ну это я думаю. Вот эти мелкие, по-моему, и все. Вот эти вот, мне кажется, такие же, как и вот те были, нет? Пластины. Нет, вот эти вот. Наклейки тоже, как те? Нет, это слайдеры все. Вот это красиво очень смотрится. Сотражайся. Тоже хочу. Ничего, что это твое? Я в курсе. А что в подарок-то положили? Я все подарки выискала. Эти прикольные. Ну, такие наподобие, наверное, с Алиэкспресс у нее приходили. Да, я на много уходу. Не, а оленей кто-нибудь, да? Они захочут, где-то, вот, тигра. Оленей в год. Да, они даже в год кота оленей лепили, так что нормально все. О, стразики взяла. А вот это зачем тебе? А это для оброводки. Ну, они же волосяные очень, мне между же упали. Я им его... Да нет, не особо. Последнее время работаю, знаешь как? Я наматываю вот одну штучку на палочку. Ну, скачу с пиклом, наматываю на палочку и полностью так прочищаю кутику. Очень удобно, потому что они очень тонкие. Как ты или избавляться? Щеточка? Щеточка не очень. Что это? А, еще стразики. Ты прям по стразам прошлась, так прошлась. А, еще с салфетки? Конечно, по стразам. 40 рублей вот это вот? Нет, 30 рублей. Ты серьезно? А что так дорого-то? Так получилось, Виня, что-то не уронила. Я не виновата. Это папа-мама. Папа-та? Одна папа-мама, а вторая просто... Вот это вот просто наклейка, ну как вот наклеивается на одну сторону. А это вот, как папа-мама идет, знаешь, как это, как чехольчик расчехляется и туда металлическую штучку ставлю. Да? Да, они не приклеиваются. Да, это такая. Ну и все. Ну и все. Она добывалась. Так, жидкий патчик. А, это жидкий патчик. Да, я же тебе сказала, жидкий патчик. Открывали, нет? Да. Ну сейчас нанесем, посмотрим. Итак, они сидели до утра. Такие намазиками. И к утру вернемся по домам. В экране, даже с прыщами. До колен. Не говори. Ой, они там до завтра. Нет, я пробовала жидкие патчи, мне они понравились, но именно эти я не пробовала. То есть ты ничего не можешь сказать. Давай сделаем так. Ты сначала попробуешь. А потом попробую и я. Ты что, это все остальное просто бумага? Интересно же посмотреть. Ой, прям мой штампик. У меня он такой же. Ну это прям на алиэкспресс копии такие же продают. Ну может это конечно. Ну, сразу по 28 рублей. Ну. На Элнпреф или что это? Пимби. Дегидрат. Вот эти вот пластинки, катушки которые по 8 метров и по 6 метров. Вот папа-мама. Да ты богата. У тебя Гротол для стемпинга? Да. Серьезно? А он там что-то был по акции. Жидкие патчи. 519 рублей. Они даже по виду, по упаковке такого не скажешь. Кстати, они более прозрачные. У них пигмент не очень много. А я посмотрела, у него вот его роман был. Еще один дегидратор? А зачем же два? Дай мне один. Приехала, скажем, в гости с посылкой. Вот этот вот для годолетней мазоны, который был, ну вот этот вот, на топкуши, он по 172 рубля. Ты взяла эту базу, я знаю почему. Потому что она тебе подошла и носится. Ну да. Молочная. Супер. Тебе тоже ее надо выкрасить? Да. Она такая база прям густенькая. Вот. А что в подарок-то? Вообще в подарок ничего не положили? Нет, походу. А как такое может быть? Обычно так часто кладут. Посылка-то большая. Как без подарка? Не знаю. Обычная заточка. Вот, Сталик. Подожди, а те какие? Рунайл были на точке? Я не помню уже. Я уже их... Да, 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 Рунайл. Да, Рунайл. Ну вот у них заточка, она другая совершенно. Не такая кургузая. Это можно даже не распаковывая увидеть. Они в более обтекаемой форме. У меня кусачки Сталикс, они, конечно, вообще офигенные. Мои дела, мое богатство. Так, рассказывай предыстории. Почему так много? Потому что дешево? Ну, во-первых, они сейчас снизили цену по 50 рублей и сделали. Ну, во-первых, конечно. Ну, запах умеется. Я решила обновить полностью коллекцию. Я вначале заказала вот эти вот части, уже выкрасила. А потом заказала еще. Ну, там еще штук 20. О, вот это прикольно. На Новый год, кстати, вот такой цвет я как-то делала. Но ты знаешь, он полосит. Сильно? Нормально. Ну, попробуй на тип что-то. Ну, блин, за 50 рублей что ты хотела? А это не кошка, кстати? Нет. Пусть их на черный просто наносить. Нет, они... Я тебе знаешь, что я скажу? Они пигментированные. Все нормально. Немножко под выровнять тон. И они идеально ложатся. То есть, они не это. Я имею в виду полосит сам цвет. А-а-а. Да, это понятно. У меня одна через месяц пришла, говорит, что-то у меня мало. Говорит, ногти относились. Я говорю, в смысле? В месяц? Мало, да? Это какой-то интересный. Ой, это не светоотражающие просто блестки. Нет, это просто блестки. Здесь нет светоотражающих, кошек. Они просто обычные. Просто гель-лаки и блестки. Все. Тут больше никаких таких нет. Но там от серебро еще будет. Ну, это будет. Кто производитель? Омск. Импортер, наверное, какой-то. Да, потому что у меня это с Омска идет. Нет, это Омск. Изготовитель. Восемнадцатый год, а не поэтому тебе это. А у них срок годности-то все уже. Да ладно. Поэтому 50 рублей? Серьезно? Ну смотри. Срок годности 36 месяцев. Сейчас изготовление. Первый январь 18-го, считай. После вскрытия 12 месяцев. Срок годности 36 месяцев. Январь 19-й, январь 20-й, январь 21-й. Все. Нет, в январе 22-го они, короче, закончатся. В январе 22-го закончатся. Ну, я так скажу. Гель-лаки, когда у них срок годности заканчиваются, они все равно какой-то период еще нормальный. А так, интересно, они сколько стоили без скидки? Вот вообще, а? Об этом на сайте не было указано? 4,2 рублей, что ли, или 250. А, поэтому мы в 50-е не стали распродавать. А серебро стоит по 400 рублей. Они все такой срок годности? Да, тоже инварь, это еще все. Да, все, все. Все расстроит, понятно. Да ладно. Да нет, а ты еще на них отработай. Я еще на твоих-то работаю, которые у тебя покупала сам первый. У них вообще уже срок годности, наверное. Там нормально все носится даже. Ой, вот это прикольно, но на любителей. Темно-коричневый оттенок с красными блестками. Такое прям сочетание. Я просто решила сделать все. Не, ну а в чем бы и нет, да? Да, что это за сайт-то? Гелепт. А вон там написано, короче, что там. Но все равно как-то обидненько. Ну, на 200 рублей они не тянут. Нет? Да нет, они офигенные вообще. Мне нравятся. О, вот это прикольный цвет. На его замучаешься укладывать. Я знаю такие оттенки. Они очень редко бывают вообще. Да нет, нормально, я выложу. Да? Нету вот таких ощущений темных пятен? Делала черный. Так красиво. Ноготочек тоже нормально. Давай коробку другое. А, ну, эти просто проверяются. Ага, у тебя там нету магниты. Я и думаю, магнит где-то потерялся. Но нет, металлические видно. Сразу. Интересно, облезет или нет. Итак, с какой стороны ты не подойди? Там серебро тут одни гейлаки? Ты, говорит, сильно коробку не режешь. А я, говорит, просто. Ну, вот так вот беру и на скреплю снимаю. Ну, просто раз она сейчас откроется сразу. О-о-о-о. И здесь тоже, видишь, вот эти вот штучки. Нормально так это. Которые безворсы. Вот, безворсы. Вот эти хорошие. Мне это не нравится. На тебя они не подходят, да? Почему? Безворсы, да. Нет, именно те. Это подарок? Ольга. Да. Ой, опять ту же самую. В смысле ту же самую? А мне уже такого. Чек не буду показывать или можно сказать. 3,558. Рулон должен быть такой, по идее, с таким количеством. О, термо, 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 термо. Да. Вот эти серебро, я знаю, у меня был нежно-голубой оттенок, они очень плотные. Они классные. Нормально вообще, да, Таня? Под каждую эту штучку дошли. Ой, какой это. Ну, они жиденькие прям. Дальше у нас номер 12 на 7. Вот, вот. Ну, я же тебе говорю. Вот это в один слой прям видно сразу. Мамонт старый. Да, древний. Ты топом их покрывай сразу. Ну, вот тот предыдущий цвет был прям крутой. О, блёсточки. К Новому году человек готов полностью. Вот этот цвет вообще классный. Красивый. Держи. Почему такие двойные цифры? Я не знаю. Ну, шоколадный цвет, я помню, выкрашивал тогда Акеми, что ли. Он был невероятный. Он невероятно был красивый, но он был настолько водянистый. Это был трэш. В любой фирме есть нормальные цвета и не очень. Следующий у нас. Краснево-бордовый. Да нет, тоже. Какой мы первый выкрашивали? Зелёный, мне кажется. Не запомнила, потому что он был не очень. Значит, второй. Вот этот цвет. Я не помню, какой номер, и я его ничем не выставила. Ну, супер. Ну, и бывает так, я его по несколько раз выкрашу. Это интересный цвет. Вроде коричневый, но когда на тонком слове... Слове. Слове, он прям какой-то... Честно, в слове, да? Да. Какой-то просвечивает, как будто бордовый. Это называется, с жадной спрай разгубила. Куда ты столько набрала? Так я сколько отдала? Как раз. Ну, любители. Что, прям подравнивающим слоем его? Вот у водянистых. Вот один из тех цветов, которые очень сложно уложить. Выравнивающим слоем. Ты-то уже... Навыкрасивала, скажи, да? Говори. А мне перекрывай стой. У нас фабрика по производству... Нет, по выкраске герлаков. Одна красит, другая топом перекрывает. Вот это хороший цвет. 8-14. У него консистенция хорошая. И по плотности он неплохой. Я просто так наискосок гляжу типсу, что кисточка снимает цвет, а не наносит. Но так можно даже постараться в один слой уложить. Два слоя точно перекроют. 5-12. Мне так нравится запах от лампы. Да и... Никогда не чувствует запах. Наверное, к нему настолько уже привыкла, что я его даже не замечаю. Вот, я буду твое видео смотреть, подписывать. Кстати, кстати, да. А ты сможешь так определить? 11-12. А 12-12 будет? Фиолетовый. Ещё придёт? Ну, когда появится. Это тяжело тебе будет с ним. Вот такие цвета лучше всего наносить на тонкий слой базы. Прям выравнивающим, хорошим слоем надо. Вот 11-12, проблема. С ним целая. Дальше 6 на 5. Чё он нужно? Пыльно-коричневый. Ну вот, два подравнивающих слоя, будь-менее. Ты увидела свои глаза. Косые, да? Когда смотришь на типсу. Всё, такие красивые глаза, которые смотрят на друг друга. Да-да-да. Так, 11-4. Сразу гараж вспоминает. Сразу, видишь? Ты видела меня, да? Да. А ты вот такие цвета на чёрные наносишь или всё равно на прозрачную базу? О, ничего себе! На чёрные его точно не надо наносить. Ну? Вот это крутой. 11-14. И наносит очень хорошо. Он вроде чёрный, но в то же время с хорошим плотным шиммером. 11-14 вообще великолепный. Суши быстрей. Быстрее суши. Да я сушу-сушу. А он не включен. А чё-то у меня гель-лак не просох потом, да? Да. Они какие-то все разные. Они вот есть, вот прям одинаковые. Как будто их взяли и разбавили. Может они там, чтобы цвет поменять, раздавляют? Ну это издевательство. Ну как эту пляшку в середине убрать? 13-13. Долго мы с вами будем сидеть. Уже, наверное, там не прикольно. Уже все устали с этим смотреть. Ну нет, смотрите же. Мы же выкрашиваем. Ну. Чё, мы просто так что-ли здесь старались? Блёстки. Ой, я надеюсь, когти тёмные будут они, нет? Нет. Ну, кстати, тоже неплохо. Вот это прям новогодний оттенок. Почему вот зелёный с блёстками шиммера, он всегда новогодний? И синий, и красный. В синий просох. Просох? За 60 секунд, да? Нет. 10-08. О-о-о. Красный ты прекрасный. Замечательный пузырёк, я тебе скажу. Чё, живой? А вообще, ты помнишь, как... Ты вообще сама-то не испачкалась хрен с этим пузырьком? Нет. Нет, в чём ты делала? Очумелый пузырёк, вот только капелька чуть-чуть на горлышко попала, и всё. Я так восхитилась, что у меня аж руки не удержали. Ну, я обновила тебе вот флакончик. Цвет вот этот очень красивый, но не плотный. Но его можно подравнивающим слоем. Первый слой, допустим, сделает подравнивающий, а второй уже тонкий, и он перекроет. Но ногти всё равно ровные, таким цветом будет тяжело сделать. Есть цвета, они не плотные, но два слоя, они как-то вот растекаются и хорошо ложатся. 13-12. Чё-то там ничего не заканчивается, и чё-то, мне кажется, как было, так осталось. Там ещё вот стоят. Вау. Да. Вот это ничего себе. Обалдеть. Я первый раз, мне кажется, такое вижу. Да. Я даже запикивать не буду. Я просто удалю этот фрагмент из видео, и всё. Просто вот эти вау, да? Да. Музыка перекроешь. Он тебе точно нужен-то? Да нет, я просто так купила. Мне кажется, тебе он не нужен. Да, дай поближе покажу. Ой, я не могу. Ого, это что-то с чем-то. Там нет больше таких? У тебя повторов там нету, точно? Нет, я повторов не заказывала. А чё так серьёзно-то? Музыка золотой есть? Да, у меня так. И 300 рублей за доставку. Ого, за 50 рублей в лако. Не, ну, было бы сургозности побольше, я бы взяла. Просто у меня получается гель-лаков много, я не использую их. Мне вообще нужен обычный. Ой, подожди, а такой был, мне кажется, зелёный. Вот он. Такой же, нет? Нет, это как зелёнка будет. Ну, блин, он такой же, как и зелёный. На тонкую базу уравнивающим слоем. Но вот крем уже на руках получше пахнет. Да. Уже вкусненько. Снова такой же. Да что ж такое-то, а? Вот есть цвета прям, вообще эйфория. Есть их прям толстенным наносишь, всё равно они пытаются прополоситься. О, вот это интересно. У меня такой цвет был, гротол. Я помню, с ним делала ногти. И... Ну, тот был плотный, конечно. И делала стеббинг раскрашенный. Очень красиво смотрелось. Короче, не расстраивайся. Будешь рисовать. Не, вообще не расстраивайся. Я помню, как у меня гид-лайки, которые были неплотные, я их всегда в рисовашки отправляла. Что? Я только думала, кучка уменьшилась, пододвигает. Ну, ладно. Там ещё термо. Раз, два, три. Ну, за 50 рублей-то. Вообще нормально. Нет, реально, вот такие цвета, которые полупрозрачные, они в рисовашки. Я уже с другой стороны типсы выкрашу. Тос такой. Да что ж они такие все. Я с другой стороны базу выкладываю, либо акригель. Когда мне нужно. Ну, прозрачный, да? Угу. О, что-то интересное. Вот с этим цветом можно сочетать. Надо было их по номерам, наверное, расставить, а мы и так все подряд. И так пойдём. Я что-то подсела на светлые оттенки. Ну, по моим ногтям, конечно, видно. С белым, который я расхожу уже. Я вообще первый раз за долгое время сделала цветные базы. Я отделалась. Он так выглядит коричневым. Молись, чтобы он был нормальный, вот этот пузырёк. Это она не мне, это она вам. А, да? Мне она такого никогда в жизни не скажет, она меня любит. Вот этот цвет. Он всегда такой. Ни разу не видел его плотным оттенком. Он всегда... Это вишнёвый или как правильно? Ну, да, какой-то... Ну, вот он в любой фирме одинаковый. В любой фирме он красивый и полупрозрачный. Сильно. Вот. Прям фольгу или хлопушки какие-нибудь. Попробую кидать и им запрасить. Вот это классно. Он нормальный пигмент, просто у меня руки что-то не красит уже. Но это плотный оттенок. В один слой можно даже на ногтях уложить. Лампу выдаётся. Она рожает пыль. Надо было по ней просто протереть. Ну всё, из этих это последний флакон. Фух, 12.07. Блин, откуда бы ещё достать несколько штучек? Из ящиков, я не замечу, чё. Вау. Вау. Вообще. Блин, по-моему, именно этот мы тогда перекрывали первым, нет? Да? Да. А, то есть, да, вон он лежит. Ну ладно. Я просто говорю о том, что я его выставила, и не знаю, где он теперь. Ну вот я восхищалась-то, да, и восхищаюсь до сих пор. Я, говорит, его выкрашу ещё раз, а потом ещё, и ещё, и ещё. Да, потом мучайся, откуда у тебя две типсы, один оттух. Так, дальше у нас... Я по видео пойму, где ты меня степаешь. Дальше у нас серебро термо, да? Это значит, что... Что это такое? Ультрамарин. Ой, ультрамарин, это не с блёстками, нет? Нет, мне нужен был просто синий цвет. Синий и красный. Вот красный мне не прислали, а синий прислали. Ультрам, винолиса, вот наподобие был цвет, но более тёмный. Ой, блин, какой он, с жёлтым вообще сочетание. Вот это, кстати, с жёлтым, с ярким будет тоже сочетаться хорошо. Но серебро, они, плотность у них всегда хорошая. Мне, по крайней мере, серебро плохие не попадались. Но, опять же, я все не выкрашивала, поэтому ручаться не могу. Ну пойму, что за запах. Вот. Они же пахнут вкусно, ты забыла? Ну да. Я Аурелия помню, или как у Аурелла, она тоже так же пахнет. Дальше, термо, сейчас после просушки будешь мне показывать, как выглядит. А чё? А зачем? Чтоб цвет показать. А нечего. А чё это, чё это? А всё, раньше надо было. Точно. Кто не успел, тот опоздал. Вот у них консистенция, конечно, вообще. Вот по сравнению с теми, серебро прям вау. Хоть они и застоялись, но нанесение прям супер. А серебро намного дороже стоило? 400 рублей. 400 рублей флакончик. Те за 50, эти за 400. Ну как бы в основном сейчас смотришь, тоже все по 250, по 300 стоят. Так что... Сургонности 36 месяцев. А где дата изготовления? 30-е на 4-е, 21-е. Ну у них сургонности нормальные. Он нет. Не вкажу. Да, ну скажи. Да. Что с тобой? Мой ма. Пальчичный. Розовый стал. Был какой Васильковый стал. Он такой лиловый стал. Да, но его лучше на белую базу сразу. Потому что все термо, они, если не белая подложка, на светлом оттенке они всегда просвечивают. Очень редко бывает, что как-то по-другому. Но это не коричневый, это пыльно-розовый. Ну вот как вот на флакончике, видишь, сверху вот сюда есть вот такие вот стоят. Типа коричневый такой. Сейчас ты тот нам потом покажешь. А это что, черный-красный? Да. О, я еще ни разу такое не видела сочетание. А у меня был такой. Я же это такое не видела сочетание. А дурмайл у меня был такой. Да? Может у меня было, я просто не помню. Не знаю, наверное. Бордо. Это бордовый. Ну, вот этот неплотный. Вообще. Мне кажется, они, где бордовый содержится, вообще никто не будет не пикнеть. И черный под него не сделаешь, потому что на красном черный будет. Я думала, сейчас такая плотность бешеная будет, но нет. Давай тот, который просветлился. Ну-ка. Ну, да. Симпатичненький. Посоп хоть. Да. Просто у меня клиенты. Их надо белую базу. А вот последний не знает, что делать. Потому что если он на красном сейчас будет просвечивать. Если он сейчас на втором слое будет просвечивать, тогда да, беда. Какой-то розовый. Вообще не красный далеко. Он не черно-красный, как на колпачке. Вот тут вот. Он и на картинке был черно-красным. Ну, а тут он какой-то грязный. Он грязный, он розовый. Нет, розовый, бордовый грязный. Он не черный, а бордовый какой-то. Вот этот цвет красивый. Ой, прикольный, так как обычно. Сразу меняет. Да. Это у нас клей для фольги. Насколько помню, наносить его надо тоненько. Да, да. А его полимеризовать надо или он на воздухе сохнет? Не надо. Ну, так вообще, и чтобы не потратить деньги на клей, базу берешь и на нее печатаешь. Я печатаю, но, видимо, сильный дисперсивный слой и... А, из-за этого. Из-за... да. Ого, как она пахнет хорошо. Да? Да, понюхай. Понюхай. Я ощущаю. У тебя трезок кусок-то. Зато, знаешь что? Что? Зимой Илья нос себе вылечит. Если забьет, так это пробивает нормально. Но запах ядренный. К запахам относятся очень трепетно. Вот фольган на фоне пускай лежит, а там болтаем столбик. А мы можем вот эти вот штуки показать в этом. Я воды-то принесла. А, ну, синенький, тоже от серебро, но он не этот. Да. Так, значит, вот это у нас. Не сильно холодная, да? Ну и что? Все равно видно цвет, разница. Ой, прикольно. Вот это не нравится. Хорошо смотрится. Вот это нейтральный какой-то. Мне вот этот вот первый не нравится, розовенький который. Ну, первоначальный цвет. Холодный. Он никогда не мог. Хотя состояние красивое, кстати. Все, супер. Это уже нравится. Так, и вот этот. Думали, что черный-красный, но на деле бордово-красный. Бордово-коричневый какой-то. И то малиново-бордово-коричневый. Все, фиг, конечно, какой-то. Ну, нет. Нормально. Угу. Нормально? Вообще, да. Но все равно лучше такие фольгу, лучше на подложку. А клей, я вам скажу, великолепный. Это я просто сейчас прижала вот в тропях. Видели, видели, сколько типс подарила? Да ничего там не видно. Там крупный план рука только вот. Вот. Вот сколько типс. Ого. Много-много-много-много. Это выкрасили наконец-то. Стояли коробочки, бедные несчастные. Главное, чтобы мне шампунь пришел. Все, хватит сейчас сушить. Вот как фольга выглядит под топом. Ну, фольга всегда очень красиво выглядит. Праймер, торец праймером. Можно базой чуть-чуть прям слегка. Я немножечко спиливаю. Да. Подпиливаю. Потом праймером, а потом топом. Топом, да. Очень красиво. Но, кстати, один раз пыталась закрепить базой. Ну, в начале. И база съела нахрен это все. А базы нельзя подбирать. Да. Она съедает. Мы ни в том видео не сказали пока, ни сейчас. В каком видео? А ты в двух видео будешь это выпускать? Это я сколько лет ждать-то буду? Чтобы мне его подписать. Да ладно, ладно. Пусть ты выложим. Ну, все. Всем пока. А что, что пока? Что я обычно говорю? Я забыла. Здоровых ноготков там. А, всем желаю здоровых ноготочков. Классных покупок. Нет, что-то не то. И не таких подруг, как я. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок.